Активный отдых вместо интернета. Такой девиз несут в массы ветераны спорта. В районе перекрестка улицы Ломоносова и бульвара Строитель они проложили лыжню. В минувшие выходные полсотни северодвинцев обновили трассу. Не сложно? Не сложно. Самая юная спортсменка на мероприятии – двухлетняя Эмилия. Девочка встала на лыжи месяц назад. Спорт-инвентарь подарил Дед Мороз на Новый год. А чем раньше, тем ребенок быстрее научится, тем он полюбит. Вот это все – воздух, солнце, гулять с детьми, с ребятами, общение. Лыжня здоровья появилась в районе пересечения улицы Ломоносова и бульвара Строителей. Напомним, трассу сделали ветераны спорта совместно с председателем Федерации лыжных гонок Северодвинска Владимиром Милехиным. Василий Лукин на лыжах ходит с детства. Первый инвентарь сделал самостоятельно в пятом классе. А потом на самодельных лыжах прыгнул на спуск с двухэтажного дома и сломал ногу. Даже после травмы спорт не забросил. В свои 77 и сейчас также уверен на трассе. По словам мужчины, есть проблема – на лыжню приходят школьники, которые не умеют ходить классикой. Преподаватели сказали, вы научите, если надо, коньковым ходом ходить. Есть место в конце юбилейной, на стадионе Севера, 30-я школа, там, пожалуйста, можно ходить. А здесь зачем ломать, когда мы стараемся, стараемся. А вот так получается. Ну, надеемся, что все образумится и все сделается. По словам ветеранов спорта, по этой трассе, которую накатали своими силами, ходили еще с 1962 года. В этом году для нарезки лыжни использовали снегоход. Дистанция составляет в одну сторону примерно 10 километров, проложена от города до СНТ Пеньки. Были сделаны перекидные мостики, проведена была большая работа, завозился там грунт, засыпали канавы. В данный момент у нас лыжная трасса существует только на острове Ягры, где сейчас начинается массивное жилое строительство. И городским любителям лыжного спорта неудобно добираться до Ягры. И сейчас вот для них такая появилась возможность. Спортсмены планируют обустроить городской лыжный стадион в районе 9-го километра. По словам организаторов, на месте уже прорублена поляна и трассы. Летом планируют завести строительные вагончики для переодевания и обогрева спортсменов. Евгения Кореальна, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.